Здесь фундамент. Глубиной я три метра здесь копал. Три метра. И дальше я не знаю, сколько метра копал, глубиной. А я так кирпичом обложен. Для чего приезжает кто-то, знаете, все... Я тоже говорю не знаю, но я хотел отбить кирпич, это уже просто, зубилом. А он на белом, как на молоке, растворе. Не могу никак его. А это же вот откуда? А это сейчас вам скажу, да. И это вот сделано фундамент внутри из этого. Чтоб когда бомбежка была, чтоб вибраций не было, оказывается. Но это уже строительные, инженера. А это пули бронированные, это оттуда. Где-то я нашли, вот видите. Восемьдесят тысяч. Здесь одна была, уже вытащили. Теперь это как его двери сделаны, видите. Сюда боеприпасы, продукты заводились. А это открывается дверь? Это сюда открывается. Вот зашипала ее, сюда открывается, не открывается. А это оттуда открывается, видите, как продумано. Здесь для пулеметчика. Ну да. И дверь закрывается. И дверь, восемьдесят сантиметров. Это ширины и длина на человека два метра длиной. И опять оттуда закрываются. И ячейки раз, два, три, четыре для боеприпасов. Потом дверь там закрывается, внутри. Ну ячейки для пулемета, я так понимаю. Да, правильно, слева-справа, слева-справа, туда и он тут находился. А это вот так говорят, бедность. Внутри два сорок. А внутренне, у вас нет ключей от техники? Нет, мне не доверяют уже. Земля уже не моя, бункер уже не мой. А почему вообще земля и бункер сейчас? Я сдал. А? Это бункер, как его? Хозяин. Земля и бункер, что-то дальше будут делать. Но он киевский. Ну это понятно. Военный археолог, который выкупил эту землю для того, чтобы потом здесь устроить раскопки. Для каких-то мест? Нет, не такой. Тут как были, то как его... Он хотел, он выкупал эту икру и бункеры землю. И хотел здесь военно-патриотический музей сделать. И решетки мы сделали, решетки. Все хотели замазить. А раскалком не пошел на...